Музыка Общить, доложить, информировать еще раз то, что я уже в течение лекций многократно говорил, и признавался, что так я и не научился преподавать конфликтологию. В чем это выражается? В том, что я пытаюсь людям преподавать конфликтологию, а они считают, что я преподаю юриспруденцию. А в чем разница? А разница в том, что если вы изучаете юриспруденцию, вы изучаете законы. На какой вопрос отвечают законы? Они отвечают на вопрос, что делать? В определенном случае. Вот законы отвечают на вопрос, чего нельзя делать. Вот если вы это сделаете, получите. Причем, если это малая ответственность, то к вам придут, то вас вызовут к дознавателю. Слово «дознаватель» само по себе уже очень хорошее. Дознавать. Это надо понимать двояко. Можно понимать так, что еще никакого знания у него нет, а это еще до всякого знания, а он уже вас хочет наказать. Ну, если он ошибется, поскольку дознаватель имеет дело с легкими нарушениями, а раз легкие нарушения, вас никто в тюрьму не посадит, ну, денег у вас отберут. А можно познавать, можно понимать дознаватель и в другом, или саму эту деятельность как дознание. Не в том смысле, что до всякого знания. Как раз наоборот, что уже почти абсолютное знание о вас есть, немножко надо еще дознать, еще будут к вам вопросы, и вот они дознают, и тогда уже точно на вас напишут, напишут, и тогда уже вы не открутитесь. Но когда идет дело о серьезности нарушениях законов, тогда это называется уже не проступок, а преступление, и тогда уголовная ответственность. А уголовная, это что значит? Это значит, могут посадить в тюрьму. Но чтобы посадить в тюрьму, надо не просто дознавать, не просто думать, то ли знаешь, то ли не знаешь, то есть надо вообще серьезно в этом разбираться, этим занимаются следователи. Они как бы исследователи. То есть они изучают, изучают, и это называется следствие, оно продолжительным является. А если вы знаете процедуру вообще применения таких мер, то сначала человека могут задержать. Вот у вас с собой паспорт есть? С собой есть. Вас не могу задержать. А вот у вас тоже есть? И у вас есть? Вот злодеи как приготовились. Я знал, что вы приготовились юридически. А так можно для выяснения личности до трех часов человека просто, скажем, полицейский остановил, посадил, прокатил, и там немножечко пока в клеточке вы посидите, а они просто сейчас по своему компьютеру и выяснят, есть ли такой. Если выяснят, вас выпустят. Но поскольку они не обязаны сразу это делать, пока вы там сидите, вам же тепло, хорошо, никто на вас не нападет, вы под охраной, вот, они могут чайку попить, и все. Ну и в течение трех часов они эту задачу решат, и вас выпустят, и все. Но когда речь идет о следующем этапе, а следующий этап такой, что если, скажем, не просто вас, не просто вы вас для выяснения личности задержали, а задержали все по подозрению, совершение преступления. А если по подозрению, то, значит, могут вас. Зависимо всегда, в чем подозревают. Если вот подозревают, что вы кусок масла где-то взяли, оторвали в магазине, это один разговор. А если вот предполагается, что вы 10 человек убили, подозревают. Это не значит, что вы убили, но подозревают. Ну, это до 10 дней. Без предъявления обвинения вас могут держать. До 10 дней. Никакого обвинения вам не предъявляют, ну, как вам можно предъявить обвинение, это только подозрение. Причем вы свободный человек. В каком смысле? Ну, у вас нет же никакого обвинения. Свободный тот свободный, но сидите-то вы не в тюрьме. А где? Ну, специально. Если это специальный изолятор, СИЗО. Следственный изолятор, так он называется. И сидите в СИЗО, будучи гражданином, со всеми гражданскими правами. На 10-й день вам приносят обвинение. Обвинение. Как только вы получили обвинение, вы имеете право знакомиться. Вы можете вызвать адвоката, и он тоже может знакомиться, вызвать, то есть, как же платить деньги. У вас, наверное, лишние деньги есть. Вот займете адвоката и будете изучать. А следователь будет ввести следствие. А вы будете, так сказать, иметь все права знакомиться с тем, что получится. На один прекрасный момент вот у меня коллега был обвинен в очень серьезном нарушении. А я был у него общественным защитником. Там в деле было 75 томов. Я это скрупулезно их читал подряд. Быстрее, чем все адвокаты. Адвокаты как-то медленно читали, потому что у них много всяких дел адвокатских, они многих защищают. А это уж не досуг. И потом, вот когда вы ознакомитесь с делом, и после того, как вы прочитаете это все, то есть, вам уже обвинение предъявили, а теперь доказательства в том, что на самом деле вы в этом виноваты, и так далее. И вот это дело юридическое. Этим всем занимаются юристы, адвокаты, исследователи, судьи, прокуроры и так далее. А мы с вами чем занимаемся? Чем занимаются люди, которые занимаются конфликтологией? Они занимаются тем, чтобы разобраться в сути конфликтов, которые могут быть общественны. В сути конфликтов. Не в том, какая за них есть ответственность. Это, конечно, важный момент, но он не самый главный. А из-за чего конфликты? Что такое конфликт? Ну, что такое конфликт? Я так понял, что почти все уже усвоили. Проверяем. Конфликт – это что? Разногласия сторон. А? Разногласия сторон. Ну, вот, раз, два. Завтра, если какое скажете, два чистые. Ну, как вот разногласия? У нас вот с вами разногласия. Где конфликт? Я вас что-то по голове ударил, вы меня по голове ударили. Где конфликт? Вы согласны, что у нас нет конфликта с ним? Нет, у нас конфликта. У нас нет конфликта с вами. А раз у нас нет с вами конфликта, а разногласия есть? Вы считаете, что вы правильно сказали, а я считаю, что вы неправильно сказали. Разногласия налицо? Ну, а где конфликт? вот если еще завтра я вам поясню, завтра это все эти вот такие дискуссии, которые мы ведем, они будут иметь другой характер. Вроде как мы с вами оба на равных, но я вам оценку ставлю, а вы потом получаете эту оценку. Как бы у нас полное равенство, но равенство неравных. То есть один оценку ставит, а другой получает. Поэтому лучше в этот конфликт не входить. А что такое конфликт? Вот сейчас вот есть просвещенные люди. Они хоть и не на все ходили, но они раньше изучали. И что-то знают. Конфликты — это обострившиеся противоречия субъектов, которые нацелены на борьбу за удержание, обладание какими-то следствиями и так далее. Есть предмет, по которому происходят конфликты? Каждый из них нацелен, например, один хочет удержать, это у себя, другой хочет, наоборот, приобрести. Это может быть статус, ресурсы, все что угодно. Ну, вам бы я поставил три за это, потому что вот мы тоже с ним примерно так. Он хочет удержать свою точку зрения на конфликт, что это просто разногласия сторон. А я, угрожая ему завтрашним экзаменом, доказываю, что это неверно. И примерно, как вот вы описали, и конфликта у нас все равно нету. Он угрожает, ну что страшно, кто сейчас кого боится? Ну кто сейчас кого? Вот кого вообще испугается? Ну что, нам придется вот к вам обратиться. Может, вы знаете, что такое конфликт перед экзаменом? Последний день остался конфликт. Актуализированный противоречий. А? Актуализированный противоречий. Какое? Актуализированный. 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 Если противоречие вчерашнего дня, это значит… А у нас самое актуализированное, потому что завтра экзамен, поэтому вот у него самое актуализированное высказывание. Вот поэтому вы утверждаете, что у нас с ним конфликт. Сейчас будет что? Главное нам не перейти к драку Это неверно Вам три, а вам надо два за такое ставить То есть вы У нас политическая составляющая Социально-трудовых конфликтов Мы уже на конфликте настроили уже всего Тут и политика Тут и социально-трудовые отношения И вот мы на этим все настроили А основание гнило и дом повалился Значит, вот это хорошо, что я вас первым спросил И хорошо, что вы пришли на консультацию Конфликт Вот мысль, которую вы высказали Почему вам три можно поставить Что это обострившиеся противоречия Ну мало ли что обострилось Вот мы с ним начали так по-тихому Потом начали уже немножко на повышенных тонах Ну и что такого, бывает, люди спорят Некоторые даже кричат друг на друга Чего вы так плохо знаете, что такое конфликт? Обострившиеся уже, да? Ну не до такой, что в страшной степени Обострившиеся Вы тоже можете громко сказать Потому что вы скажете Я моложе, чем вы Я могу крикнуть еще громче И так далее То есть Не просто обострившиеся противоречия А противоречия Во-первых, противоречия Во-вторых, противоречия Обострившиеся до такой степени Что сила аргументов Заменяется аргументами силы Так у кого у нас аргументы силы завтра будут? У вас У меня Ну и что тогда вы, что вы взяли со мной конфликтовать, дорогой товарищ? Поэтому я вам предлагаю бесконфликтно как-то так Вот вы пришли Как хороший слушатель Студент, магистрант Сейчас вы задаете вопросы И так далее Зачем вам конфликт? А вы уже конфликтно так поставили вопрос Раз разногласия Значит мы с вами конфликтуем А если конфликтуем Ну тогда, видите, у нас Разные весовые Это вы послезавтра уже можете конфликтовать со мной Беспроблемно А накануне Ну сами подумайте Вы же взрослые люди, понимаете? Так Ну, это мы шутим, конечно Но в каждой шутке есть доля Шутки То есть это не просто Обострившиеся Во-первых, противоречия Во-вторых, обострившиеся Но не просто обострившиеся Обострившиеся до такой степени Когда люди не ограничиваются Словесным выражением Своей позиции Более того Они заменяют свое выражение Словесное Своей позиции Действиями Которые не сводятся к словам Значит, переходят к другим действиям Вооруженное восстание Это конфликт? Там чем вообще аргументируют? Чем аргументируют во время вооруженного восстания? Словами? Говорят Которые тут временные Слазь Кончилось ваше время Но чем они аргументируют при этом? Ну, залезли они Через окно Вот эти матросы С оружием Пришли и арестовали Временное правительство А как они его арестовали? Вы можете меня арестовать? У вас ничего нету? У вас ничего там нету? Мало ли я? Не знаю Сейчас всякие бывают Случаи Ну, если ничего нету А что-то вы со мной конфликтуете Вот А кто-то застрелил, конечно, говорит Вы будете изучать Что такое конфликт? Это уже вот Называется Переход к другим аргументам К аргументам силы Война Это какая аргументация? Чем аргументируют? Силой Силой Танками, пушками, самолетами Войскам и так далее А? Конечно, насилием Что? Насилием Войск объединится Громче как-то ясней Насилием Насилием, да Насилием Причем Не обязательно насилием Это значит Может быть с обоих сторон насилием Силой Насилие-то, когда Получается, что одна сторона Уже победила И она насилием удерживает Или сохраняет свое господство А когда идет конфликт Тут с одной стороны сила И с другой сила Какая сила возьмет вверх Еще неизвестно Правильно? В период конфликта Конфликт как разрешается Победой одной из сторон Какой? Ну кто может Напереду? То есть и не едут Да, бывают удавшиеся Перевороты Или революции Войны удавшиеся С той или иной стороны И не удавшиеся Поэтому наперед трудно Асимметричные конфликты Какие? Асимметричные Какие? Асимметричные Асимметричные? И же одна сторона Она заедет не слабее Но при этом Какая разница Что они асимметричные Вот вы начинаете Прежде чем решить Что такое конфликт Начинать их Потом Эти конфликты Начинаете уже Классифицировать Сначала надо определить конфликты И среди всех конфликтов По разным признакам Выбирать Асимметричные Цветные Там Мягкие Грубые Ужасные Это же образ другой Сначала надо решить Один вопрос А вы хотите Сразу две задачи решить А два арбуза В одной руке Не удержать Пробовали некоторые Никогда не пробовали Два арбуза В одной руке Нет Тяжело удержать Даже если рука большая Ну если маленькие Очень арбузы Только еще Еще не поспели А только завязались Тогда можно удержать А мы решаем Что это такое Понятие конфликта И вот Именно поэтому Мы взяли Не любые конфликты А мы начали Конфликты Рахмат Такие Которые содержат Политические составляющие Выяснили Что очень многие конфликты В том числе Социально-трудовые Содержат в себе Политические составляющие Мы все конфликты Не стали изучать А стали изучать Социально-трудовые конфликты И в них Нашли Потому что на поверхности Не лежит Тут политика Никакая Правильно? А если вы берете Революцию Ну что тут Собственно говоря Думать Если это революция Тут одна политика Сплошь Сплошные Это политические конфликты А когда вы берете Социально-трудовые Вроде Ну люди Одни требуют Повысить нам зарплату Другие говорят Дайте нам молоко За вредные условия труда Чтобы мы меньше Отравляли свой организм И так далее Вот так обстоит дело Значит мы выяснили Что такое конфликты И задача конфликтолога Изучить все эти конфликты А у нас курс такой Что мы изучаем Не все В этих конфликтах А пытаемся Раскрыть То Политическое содержание Которое есть В социально-трудовых конфликтах Вот задача Этого курса Вообще Всякий исследователь Независимо от того Он зрелый Или молодой Он должен различать Объект Исследования И предмет Можете ответить на этот вопрос? Бесконфликтно Объект И предмет исследования В чем разница? Объект Это что-то обширное А предмет Что-то конфликтное А почему-то Он называется Ну хорошо Вот Вы как Человек обширный А левая рука Ваша Конкретная А вы что Не конкретный человек? Вы что же Конкретный? У вас есть имя Фамилия Высок Магистратуре В Бургской университете Вы же не абстрактный человек В чем разница Вы можете сказать В чем вы? Вот у нас как раз Ну можно на примере Разобраться Например у нас есть Телефон И у нас идет спор По поводу этого Телефона Так вот объект Будет именно телефон А предметом Будет обладание Этим телефоном То есть предмет Получается Это Некий более Не знаю Обладание телефоном Это свойство телефона? Нет? Обладание телефоном Это уже ваше Свойство Поэтому вы Это получается Ваше отношение К этому Значит вы ушли От этого Это ваше отношение К нему Обладание телефоном А Это ради Характеристика Самого Телефона Предмет чего? А что такое предмет? Ну это определенные Какие-то качества Характеристики объекта То, что находится В границах объекта А? То, что находится В границах объекта Так весь объект Находится в границах объекта Нет, предмет А? Что? Предмет находится В границах объекта Ну так весь объект Значит весь объект Тоже находится В границах объекта Значит он весь И предмет Так у вас получилось. Логично? Ну, вы в своих границах-то находитесь. Значит, если я вас беру как объект, значит, по вашей же наводке вы тогда и предмет. Значит, когда человек берётся что-то изучать, сначала он решает вопрос, что за объект является объектом изучения. А в этом самом объекте предметом изучения может быть какая-то его сторона. Например, врач. Что является объектом деятельности врача? Человеческое тело. А? Человеческое тело. Только тело? Ну, и сам. Ну, не душа, конечно, а душа, конечно. Ну, душа тоже может быть, если это психоневролог. А? Ну, если взять, например, человека, врач изучает человеческое тело, а потом, ну, не конкретно, будет участвовать. Почему тело, а почему не человека? Как-то вы сразу только тело взяли, и безжизненное тело этого человека. Вы, наверное, в морге себя представляете. Человеческое тело можно изучать в морге? Можно. Там все вы найдете. Печенку, селезенку, тут сердце. Что-то вы приготовились к другому. Как вот странно. Вы собираетесь меня изучать? Нет, говорят, я буду вас изучать ваше тело. Что вы хорошее хотите сделать? Угрожайте. Значит, еще раз. Вот объект – это то целое, которое исследуется, а предмет – это та конкретная сторона этого целого, которое делается предметом непосредственного исследования. Пример. Медицина что делает? Медицина лечит кого? Ухо, ногу, селезенку. Медицина что лечит? Медицина лечит людей, человека. Человека лечит. Общество оно не лечит. Общество лечит, общество ведает. Медицина лечит человека. А человек имеет разные всякие стороны. Вот скажите, пожалуйста, стоматолог – это врач? Да. Он лечит человека? Он лечит часть человека, получается. Да нет, это вы начинаете вот так уходить в сторону. А человек и лечит или нет? Он лечит. Ну вот лечит. А непосредственно что он лечит? Вот. Вот, нет. Стома – это не только зубы. Вы вообще отринули всех тех, кто лечит десна. Как они называют? Парадонтологи. Чего вы их так выкинули? Так раз и все. Парадонтологи – это зубные врачи. Ну, есть стоматологи. Я не сказал зубные, я сказал стоматологи. Сто, мол, они лечат то, что вот во рту. Это непосредственно. Но он же врач. То есть он лечит человека конкретно или хирург. Как он лечит? Не так, что купить эти пилюльки такие. А он лечит с помощью определенного метода. Так, и совершает операции. И так далее. Причем хирургия разная будет. Бывают те, которые занимаются лицевой хирургией. Бывают полостной хирургией. То есть у кого разный предмет. То есть берется человек, берется его предмет. Различаем. То есть объект и предмет. Также вот, скажем, вы пишете, писать будете работу магистрскую. Значит, у вас есть объект исследования, который вы рассматриваете. А в нем ваш непосредственный предмет. Вот то, чему посвящена ваша работа. А вы же не охватываете все необъятное, правда? А вы берете какой-то предмет исследования. И всегда требуется там и от диссертантов. Требуется есть хоть кандидатских, хоть докторских. Чащих в кандидатских или докторских диссертациях. Что у вас объект исследования, а что предмет. Вот у нас общество. Объект исследования. А что в обществе у вас? А в обществе у нас конфликты. А какие конфликты? А вот дальше уже там, к примеру, мы можем с вами разбираться. То есть мы с вами взяли социально-трудовые конфликты. Это у нас объект исследования. А предмет в этом курсе? Политической составляющей социально-трудовых конфликтов. Мы начинаем не просто изучать эти конфликты, а видим, где тут есть какая политическая составляющая. Для этого мы и рассматривали, что такое политика. Что называется политикой. В чем она выражается, эта политика. И как, вроде бы, мы берем такие вещи, которые кажутся далекими совсем от политики. Почему они принимают политический характер? Когда или какое рассмотрение надо сделать, чтобы подходить к этому политическому. Одно дело, когда вы рассматриваете зарплату слесаря Иванова. А когда вы берете зарплату всех слесарей во всей их стране, или берете зарплату всех рабочих, вы сможете, как она соотносится с прибавочной стоимостью тех, кто их эксплуатирует. Это уже какой будет подход? Политический. А конфликта может и не быть. Все эти работают, производят продукции. А эти получают прибыль, эти получают свою зарплату, все хорошо. А потом вдруг рабочие решили, что а почему мы получаем одну восьмую от всего того, что мы создаем? Поставили вопрос политический. А сколько вы? Ну хорошо, будете две восьмых получать. А почему две восьмых? А нельзя ли получить вообще все, что мы создаем? Это уже какая постановка вопроса? Политическая, конечно. Правильно? Политическая. Скажем, некоторые товарищи считают, вот, какова стоимость рабочей силы. Дескать, по стоимости справедливо? Справедливо. С точки зрения чего? С точки зрения товарного хозяйства. Потому что сколько ваша рабочая сила стоит, столько я за нее и заплатил. И все, мы вращусь. А дальше вас не касается, сколько я получил. Это вообще вас не касается. Я за вашу потребительную стоимость заплатил. Вернее, за ваш товар стоимость заплатил, а потребительную стоимость товара вашего в том, чтобы создавать стоимость большую, чем пошло на покупку этого товара. И поэтому прибавочная стоимость вас уже не касается, если я вас оплатил. А если мы понимаем, о чем идет речь, кто создатель всех богатств, тогда мы уже ставим вопрос политический. То есть, они создают все богатства, а пользуются богатством в основном не те, кто их создают, а те, кто их не создают. Или отчасти участвуют в организации производства. Потому что в организации производства очень многие обладатели прибавочных или получатели прибавочных стоимостьей, они обладают. Вот мы с вами, это у нас предмет вот в этом курсе. В чем его сложность? Что эта сложность такая, что мы не вообще конфликты изучаем. И не просто социально-трудовые конфликты изучаем. А мы изучаем политические составляющие социально-трудовых конфликтов. И поэтому, если человек не понимает, в чем состоит суть политики, и не может политически посмотреть на то, что происходит, он не может различить никаких политических составляющих. То есть, это некоторая дополнительная политическая зоркость появляется в рассмотрении текущей хозяйственной жизни. Правильно? И поэтому выводы, к которым приходит человек, который с позиции такого курса смотрит на это, они очень часто, так сказать, не сводятся к некоторым таким элементарным вещам, о которых говорится просто в политэкономии. Или говорится просто в курсе социально-трудовых конфликтов. Действительно, вот вы там, если вы недовольны, выставляете требования и разрешаете их. В чем проблема? Вам закон позволяет ввести? Позволяет. И ведите. Вот это угол зрения, под которым, если это угол зрения, который связан со смыслом этого курса, поэтому я вам бесконфликтно хочу объяснить, с какой позиции я, как руководитель, как ведущий этот курс и ответственный перед кафедрой конфликтологии за этот курс, который, так сказать, вот возник по инициативе Александра Ивановича. Он доктор каких наук? Кто знает? А? Чего-чего? Кто осозки помнил? А? Ну, Александр Иванович, знаете, вам знаком заведующие кафедры? Кто не знаком с заведующим? Два. Или политических, я очень не помню. А? Или политических политических. Политических наук. Политических наук, да. Это я угрожаю, что вы не просто сталкиваетесь со мной, то есть с кафедрой, то есть с заведующим, это лучше не сталкиваться. Конфликтологи говорят, мудрые же люди, они без нужды, переводить, как вы сказали, обмен мнениями или чего, разногласия, переводить разногласия в конфликт не будут. Разногласия у нас могут быть с вами всю жизнь. Вот мы встречаемся, как увидимся, так начинаем. Я свое, а вы свое. Потом через неделю опять встречаемся, я свое, свое. Через год встречаемся, я свое, вы свое. Через 10 лет мы с вами встретились, вы спрашиваете, ну вы еще живой? Да, я еще живой. А вы думаете, что вы живете, я думаю, возраст, я сомневаюсь. Ну и мы продолжаем, так сказать, как-то дискутировать. Да, это ради конфликта? Нет никакого конфликта. Поэтому я вынужден был на этом остановиться вначале, потому что не так просто вот выдержать эту линию, так? Линия, которая вас ставит в такое положение, что вы не просто конфликтологи, а вы как политические конфликтологи такие, которые могут рассмотреть. Это не значит, что вы этим только и будете заниматься. Вы в рамках этого курса, под этим углом зрения, смотрите на конфликты. А вы не обязаны этому посвящать там свои работы, или свою жизнь, или свою судьбу. Это совершенно другой вопрос, правильно? Но для того, чтобы что-то выбрать из того, что есть у вас под рукой, вы должны понимать, это вот такой курс, это такой курс, это такой курс. И в чем его особенности? Вы, наверное, видели, что нам приходилось все время заниматься не тем, что делается только на заводе, а еще и как выступают, с чем все профсоюзы, или как они реагируют на создание законов, нового трудового. Потому что если речь идет о том, о борьбе за трудовой кодекс, каким ему быть, то, понятное дело, что это вопрос сугубо политический. Потому что каким быть закону? Закон это что такое? Политика это что такое? Нет, давайте нового спросим. Он должен как-то нести ответственность. Вот если он сейчас ответит, значит, он не зря опоздал. Он просто готовился, в отличие от всех других. Серьезно. А другие пришли, думают, просто так отсидятся. А он был подготовлен и сейчас скажет нам, что такое политика. Несмотря с какой точки зрения. О! Несмотря какую теорию. Значит, я бы мог вам ответить, значит, так же хитро, как вы. С моей точки зрения, поскольку я преподавал этот курс. Вас устраивает такой вопрос? Могу вам по-другому сказать. С вашей точки зрения, потому что я вас спрашиваю. Или вы настаиваете на том, что у вас точка зрения отличная от моей. Завтра вы об этом более полно расскажете. Ну, просто у меня вопросов по политику, если честно. Вы не забывайте, куда вы пришли. Вот у нас курс такой. Это специально тут все обостряется. В политике. Ну, раз политика тут чуть туда не туда пошел, тут уже засчитается что. Так, значит, вы не знаете, что такое политика. Так, товарищ изучал курс. Это о чем говорит? Я бы сделал вывод, если как объективно, не как персона, а как бы со стороны, значит, ваш преподаватель никуда не годится. Если он преподавал вам столько времени, и вы не знаете, что такое политика. Кто виноват? Только самые темные люди могут обвинять студентов. Вот в чем беда. То есть это как бы вы меня обвинили. Или вы сделали так, чтобы я был виноват. Ну, подождите до завтрашнего дня. Так, кто нас спасет? Вот вы у нас все время были на передовых позициях. Политика это что? Борьба на завоевание, осуществление и удержание государственной власти. Ну, у вас получается только завоевали и дальше не пущать. И все. Челесие государство. Сама по себе. Она сама по себе уже. Понимаете? Это была какая-то борьба. У вас бессубъектная борьба. А у вас вообще сама по себе. Она вообще от всех отслоилась. Сама по себе государственная деятельность. Бывает? То есть как бы государственные колеса буржуазной машины государственной крутятся, независимо ни от кого. Ни при чем тут. Ни премьер, ни президент, ни партии, ни народ, ни трудящийся. Никто. Ну, там само по себе. Как у вас этот язык-то повернулся? Я вам сегодня заостряю все, чтобы завтра у нас было все тихо и спокойно. У меня в дополнение просто к его ответу, что не только борьба, а еще и бить. Ты сказал, борьба и осуществление. Что? Борьба и осуществление. Ну, так вот. А теперь все. Вы только до двух можете считать? Почему? Ну, потому что в первом варианте у вас было только два. Потом вы сменили пластинку, и опять только два. А сколько вообще таких функций получалось? Своевание, удержание, осуществление. Ну, три. Ну, вот теперь. Так еще раз, полностью можете ее сформулировать? Политика – это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственного война. То есть вы депутат, я пошел и вас избил. Это что, будет это классовая борьба? Политика? Что-то вы пропустили здесь, молодой человек. Пропустили. Классовый. Вот, классовый. Ну, вспомнили. Но это существенно или это пустячок? Вы говорили, это политика, это просто борьба. Да, видели, как там вот Жириновский раз вот сейчас смотрит на вас. Что вы так смотрите? Раз, и стакан у вас в воду плетнул. Это борьба. Почему? Ну, потому что он же, этот цирк нужен для того, чтобы на следующих выборах за его партию проголосовали. Поэтому это, конечно, борьба. Ну, разве это классовая борьба? Да нет. Это, так сказать, обычный прием. Какая ответственность, если я вам сейчас плесну, вот, у вас там что-то есть в этой вашей бутылке? Ну, вот если бы я вас попросил сюда налить, а потом подошел и на вас бы вылил. Какая ответственность у меня? Ну, подумайте. У нас был? А? Уголовный. Почему? Не, скорее всего, пригласили, у нас был возможный уголовный. Ну, вы хоть знаете, с кем вы имеете дело? Это образовательство. Это я же все-таки с подготовкой. Это вот вы еще пока без экзамена. Я с подготовкой. Рассказываю вам. Он, конечно, вот с вашей подачей написал Сергею Ивановичу. Что вот допустил себе преподаватель такое, что он делал и вылил на меня воду. Сергей Иванович начал репуть. Кстати, какая ответственность? У нас есть где-нибудь в каком-нибудь законе ответственность за выливание воды на голову студента? С хулиганства? Где это написано? Хулиганство, выразившееся в выливании. Там не ясно про выливание. Ну, раз не ясно, а что вы тогда так вот, что вы так вот настроены? Это у вас какой-то обвинительный уклон это называется. Вам все должно работать по уголовным делам, потому что вы хорошо обвиняете. А вам вы не меняете. Если были претенденты, если были претенденты по рассуждающим разговорам. Ну, есть же... У нас не претендентное право. А вам все равно так нет. Значит, процедура будет так вот. Значит, вы сразу... А ведь административные рассмотрения еще до этого. Обязательно сразу уже уголовные. Вы же маркетинг, а оскорбление личности? Чего оскорбление? Ну, вы написали. Я считаю это оскорблением личности, считаю, что это уголовное наказуемое наказание. Отдали Сергею Ивановичу. Что делает Сергей Иванович? Сергей Иванович создает комиссию. Сразу предположим, из кого он создает? Из ваших друзей или из моих друзей? Из ваших друзей. Так, есть комиссия из моих друзей? Комиссия из моих друзей собирается. Это три человека сидят и говорят. Михаил Васильевич, вы что такое тут сотворили? Вот на вас есть заявление. Нет, давайте, объясните. Я говорю, провожу я консультацию. В аккурат, было 10 января 2019 года. За один день до экзамена. И так я одного студента напугал, когда начал, когда ваш вопрос поставил о политике, о том, что такое политика. Он этого не знал. Ты еще начал говорить о том, что завтра за это поставлю два. Вот там девушка была, она, если бы я тоже искал два, может, она бы первая в обморок упала. Но я ей сказал, что она может три получить завтра. А ему я сказал, что вы с этим только два можете получить. И смотрю, он весь поблинил, но сейчас ведь умрет у меня на консультацию. Я подошел, быстро на него так водичек. И он ожил. Ну как бывает она со спасенными? Знаете как вот? Как, например, спасают утопающих? Обязательно, вот если, скажем, вы утопаете, а я вас спасаю, что я должен сделать, когда к вам подплыву? Не догадайтесь. Что? А еще что сделать надо? Вот человек, который спас 30 человек, говорит, первое, что я сделаю, это значит сразу по голове ему кулаком. Бац! А потом я уберу и плыву с ним к берегу. Если я этого не сделаю, это же страшные люди утопающие. Они уже ничего не соображают. Они начинают по вам лезть наверх и вас топить. И вас утопят, и сами утонут. И все на этом. И говорит, первый у меня спасенный чуть меня не утопил. Поэтому я теперь второй, третий и так далее. Когда я подплываю, я первым что делаю, раз, и после этого спокойно плыву. Он уже не трепыхается, потом он на бережке немножко полежит, отдышится и все. А если вы горите очень сильно? Так что это... Как посмотреть? Мы с вами должны приобрести дополнительную зоркость. Понимаете? Если кажется, что все тут ясно, а вот так как повернется, может быть и не так. И вот такая миссия, которая состоит из моих друзей, чисто объективно. На основании полученного объяснения делать вывод, что вы, молодой человек, должны поблагодарить уважаемого профессора, что он вас спас от возможной, так сказать, погибели накануне экзамена. А экзамены вы сдали успешно, получили хорошую оценку, и после этого королесите. И все на этом. А вы там сразу личности там и прочее. Может, вы уже сейчас затеяли, дескать, что я таки вам вопросы задаю, дескать, у вас консультация, кто кому-то задает вопросы. Так, значит, мы выяснили, что такое политика, и следовательно, мы знаем, что такое, что от нас требуется. Мы во всяких вот социально-торговых конфликтах, которые мы рассматриваем, мы видим, рассматриваем в них политическую сторону, политический момент. Момент это то, что неотделим от их содержания, правильно? Не просто сторона какая-то, ее не видно, а какой-то момент есть политический. Или политическое выражение их, или политическое влияние политики, влияние политики на эти конфликты или влияние этих конфликтов на политику и так далее. Вот мы этим занимались, и поэтому это тот угол зрения, под которым, ну, вот, ну, я и буду спрашивать. Теперь мы с вами договорились таким образом, я вам это сказал, что каждый из вас выберет два вопроса из списка вопросов, которые есть. Каких? Таких, какие ему нравятся. А в чем тут политический аспект? А в том, что с виду кажется, что я такой добрый. А в чем вот эта вот недоброта, которая, если кажется, что добрым, а еще может быть не такой добрый. Потому что вот если вы выбрали и начнете тут заикаться по поводу тех вопросов, которые вы выбрали, значит, остальные все вопросы, а их очень там много, вообще вы не знаете, раз вы даже в самом любимом не разбираетесь. Поэтому на вас ответственность очень высокая ложится. Что вы же сами выбрали. Так-то вы бы сказали, ну дайте мне другой билетик. Вы сами взяли самые хорошие, и это так плохо вот вы бы взяли и стали отвечать на вопрос, что такое политика. И вот такое вот сказали. Вы же сами выбрали, значит, остальное вы вообще не знаете тогда. Какие еще выводы должен сделать экзаменатор? Я вам сразу рассказываю, какие выводы делать буду. Если человек выбрал, и после этого он, любимый, который выбрал, не может отвечать. Теперь второе. Когда человек пишет, что должен человек писать? То, в чем он абсолютно уверен, или что попало? Ну вы меня уже немножко знаете, я же сразу, вот кто к чему вы не уверены, я к этому прицеплюсь, и буду вас... Вам это надо? Не надо. Не надо. Вы же вступаете в какой такой процесс, противоречий, да? Вот это разногласия. Ну так и зачем вы так на первый план туда выносите эти разногласия? Вы то, что знаете, то и написали. В этом состоит редактирование. Сначала надо писать, ни о чем не думая, что вам в голову бредет. Вы можете ведь сегодня написать ответы на эти вопросы, если хотите. Никто не запрещает, правильно? Можете завтра с утра. Можете сюда прийти, и может вам больше нравится писать, когда вы на меня смотрите. Я не знаю. Не думаю, что у вас такое особое вдохновение, а хватит, когда вы на меня будете смотреть. Но это дело ваше. Но когда человек пишет, я вам просто как человек пишущий и публикующий, хочу сказать, что надо, когда человек пишет, вы будете магистром сказать, пишите все, что вам в голову приходит. Пишите. Когда пишется, пусть пишется. Потом дайте полежать. А потом как полежал, потом посмотрит, что такое написал. И кое-что вычеркнул, что-то добавил, исправил. Вот такой ход. Первый. Какое называется это? Первое – это бытие. Вот бытие вашего ответа. А сущность что такое? Кто-нибудь может сказать, кто слышал, что такое диалектика, и что такое сущность? Что такое сущность? Знаете, нет? У вас сущность есть? Вот нос ваш. Это сущность? Отдельный, как мне нос. Почему это отдельный? Ваш нос – это сущность ваша? Да. Это ваша сущность нос? Так и будем знать. Нет. Но это часть меня получается. Сущность – это часть. А ухо у вас не часть? Может, ваша сущность – ухо? Если человек ко всему принюхивается, только и делает, что принюхивается ко всему, и везет свой нос, наверное, у него сущность – нос. А если у вас просто нос, как обычно, это для того, чтобы он обладает свойством обоняния, он может определять запахи, что это такое, вдыхая просто воздух. И это ваша сущность. Мелко вы чините свою сущность. У вас тоже сущность? Нос или глаз, или ухо. Нет? Вот у человека сущность душа. А вы ограничились носом. Кто с вами будет разговаривать? Вот человек, душа, а вы ее сущность. А вообще сущность человека в чем? Обратимся к такому научному вопросу. В чем сущность человека? Это удар по вам сейчас будет нанесен вашим же товарищам. В чем сущность человека? В разуме. То есть человек этот решил харакири сделать в связи с таким вопросом. Говорит, я лучше себе сделаю харакири, чем подведу товарища. Это логично. А вы что скажете? В разуме. В разуме. Но это ближе. Сущность человека в разуме, да. Но это вот Гегель так считал. А Марс, который освоил Гегель и пошел дальше, сказал, что сущность человека в общественных отношениях. То есть он поднял человека гораздо выше. То есть человек сущность человека в общественных отношениях. Что поэтому человек в этом смысле бессмертен. То есть этот конкретный человек может быть и прекратить свое существование. А то, что он сделал, как человек, как общественный человек, как представитель общества, оно останется до века. И кто такие гениальные люди? Гениальные люди – это люди, которые продвинули человечество вперед. Ну вот, например, Чайковского когда больше исполняли? Тогда, когда он жил, или сейчас? Сейчас. Да сейчас, конечно, больше исполняет. Вот Чайковскому понравилось. Как хорошо. И ничего не пришло, только там исполняет, и там, и тут включает. Красота. А Бетховена – то же самое. А кто такие гениальные люди, которые продвинули человечество вперед? Поэтому, как конкретный человек, вы смертный, вот вы уже боялись, что я на вас воду налью наглую. А вы чувствуете себя бессмертным. Да вам плевать на какое, на то, что вас кто-то льет наглую воду. Вы думаете о вселенских проблемах таких, с точки зрения которых вам вообще безразличны. Кто это вам льет? Вы думаете о том, как победить в борьбе всего человечества за лучшую жизнь. Так? Поэтому вам эти мелкие такие уколы вообще незначительны. Если вы по сущности действуете. И по сочке зрения разума. Разум тоже. Если человек, будучи младенцем, попал к зверям, и прожил там больше пяти лет, он уже человеком не станет. То есть человек должен с младенчеством начать приобщаться к человечеству. Вот с матью его кормит, с матью его песни поет ему, его там баюкают, с ним разговаривают. Когда с ним разговаривают, когда он умеет разговаривать, или когда не умеет? Когда не умеет. Когда с ним разговаривает, когда он понимает, что ему говорят, или когда он не понимает? Когда он не понимает. Разговаривает с непонимающим, и благодаря этому он становится со временем понимающим. В этом смысле я ничего нового, никаких новых педагогических приемов не применяю. Я разговариваю с вами о том, в чем вы, может быть, еще не понимаете, а вы по мере того, как мы с вами это обсуждаем, это начинаете больше понимать. А иначе и не может быть по-другому. А как еще по-другому? И у нас метод построен на том, преподавание пока еще остается, и все курсы онлайна, а пока человек, который имеет, скажем, определенную степень, ученые звания и так далее, и проходил определенную школу, он не ждет, пока люди вырастут, потому что они друг с другом будут. Один, который не знает, говорит с другим, который не знает, и третьему, который тоже ничего не знает, сообщает, что они не знают. А когда человека можно вытянуть. В этом смысл там научного руководства. Почему в кандидатской всегда есть научный руководитель? Даже в докторской бывает, может, там руководителей нет, но есть научный консультант. Когда есть возможность быстро провести вас мимо всяких пустых рассуждений, мимо каких-то гнилых каких-то выводов, и поднять выше. То есть вот у нас такая с вами задача. У нас есть социально-трудовые конфликты, это наши объекты исследования, а предметы исследования – это политические составляющие социально-трудовых конфликтов. И когда мы изучаем эти политические составляющие, ясное дело, я должен хотя бы знать, что такое политика и что такое составляющие, правильно? Вот у нас выяснилось, что один человек точно знает. И то, правда, он немножко тут задерживался, но в общем знает. Так что вот так обстоит у нас дело. Ну вот я думаю, этого предисловия хватит моего. Для того, чтобы вы могли задать вопросы, а я вам с удовольствием отвечу. Значит, в чем, так сказать, смысл консультации? Это вы как бы экзаменаторы, а я как бы студент. И вот вы мне можете задавать любые вопросы абсолютно, чтобы меня поймать. А я буду стараться выкарабкиваться из этой ситуации. Пожалуйста, кто хочет. Ну вот вы из экзаменатора спросите у меня что-нибудь, а я студент. Да, Владимир Васильевич, я отозвучил лекции, на которых был вопрос по уведомлению о запасовке и начальце запасовки. У меня вопрос. Уведомление о запасовке, оно посылается в большинстве случаев, именно в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней. Правильно? Неправильно. Это вообще не запасовка. Вы имеете в виду, что 142-й статью. Это не прекращение работы. Вы невнимательно считали трудовой кодекс. У вас есть трудовой кодекс с собой? Где вы там? Там вы не найдете прекращение работы. Обыщитесь. Там говорится о приостановлении. Видите разницу, нет? Вот смотрите, я сейчас прекращаю работу. Ухожу сейчас, закрываю дверь и ухожу. А вы оставайтесь здесь. Это прекращение работы. А что такое приостановление? На определенный срок. По следующему изготовлению. Всё, я закончил свою приостановку. Могу снова приступать к проведению консультаций. Могу на 5 минут, могу на 3. Могу на 3 дня. Могу на 4. А что написано в законе? Во-первых, речь идёт о том, что это вопрос, который решается не в порядке коллективного трудового спора, а вопрос с выплатой зарплаты урегулирован законом. Тут нет спора. О чём спор? Государство говорит, что должен сделать работник, если ему не платят. Если вы не будете это делать, значит и не надо вам платить. Вам не надо денег. Зачем вы будете это делать? Вы не будете. Вот сейчас люди по 3 месяца не получают зарплату, а им лень прочитать трудовой кодекс. И лень написать бумажку. Или они боятся трусы. А если вы трус, это уже политическая оценка. Ну, трусы пусть вымрут. Останутся жить только смелые люди. Ну, написано, что нужно делать, если вам не платят зарплату. Нужно уведомить администрацию, если вам более 15 дней не платят. Но если вы педант, то, конечно, вы на 16 дней напишете. А если вы толковый, немножко разбираетесь политически в вопросах, вы должны понимать, что и знакомы с конфликтами, то вы должны понимать, что надо уведомить так, чтобы тот, кто кого уведомляет, не говорил, что он не знает ничего. Как это сделать? Если начальство отказывается принимать уведомления, то есть нужно, например, поспечать уведомления на очень многое контракты, если начальство идет и разорвает. Если рабочих идет, условно говоря, к начальству, он начальство уменьшит, то главное, чтобы остались еще и копии. Если начальство вообще отказывается принимать, то вы говорили, что необходимо посадить вас уведомлением о вручении и приостановить работу необходимо с момента именно фактического уведомления, то есть когда уже будет ясно, что администрация... Не с момента фактического уведомления, а когда у вас уже есть уведомление о том, что администрация уведомлена. Видите разницу? Администрация уверена, а к вам еще не пришла бумажка. Вот этот квиток, уведомление о вручении, вот если у вас уже есть уведомление о вручении, все, уже никто не открутится. Теперь вы много сделаете экземпляров, но если на этих экземплярах не будет отметки о том, что принято. Секретарша обычно пишет сайт, там подпись свою принято, и все. Если секретарь, директор... А если секретарю, директору сказали, очень просто. Так, вот если вы кому-нибудь подпишете, больше вы не секретарь, директора, и пойдете в цех, а не будете получать такую зарплату хорошую. Вот и весь разговор. Поэтому очень часто бывает, что вы приходите к секретарю, да вы хоть как ее пугаете? А ее уволят, если она у вас примет. И она тут, ну как считаете, она встает на вашу сторону, ее действительно уволят. И подпишут. Потому что она видит, ну сколько людям не платят, и так далее. Может она пожертвовать собой в известном смысле. Но это вопрос как раз политический. То есть идет такая борьба, и она уже не по принципу, что ей сказали там в служебном порядке. Она просто становится на сторону представителей определенного класса, который правильно требует осуществления своих интересов. Он работу делает. Вот у нас только что был случай в нашем метрострое. За три месяца люди мне заплатили. Ну вот человек за три месяца должен получить 300 тысяч. У него ипотека, у него кредиты, с него дерут бешеные проценты за кредиты банки, ипотеку с него, значит, эти проценты. А что делает администрация? Администрация, вот эти все деньги, их там достаточно много. Сотни человек. Эти сотни человек, значит, у них там миллионы, которые представляют собой, что, беспроцентный кредит. Вот если я вам должен платить, а вы рабочий, а я вам не заплатил, значит, я сначала, если один месяц не заплатил, ваша месячная зарплата у меня в руках. Это что такое? Это беспроцентный кредит. Потом отдам. Как потом отдам? А если бы вы мне в кредит дали эти деньги, так я бы должен был вам 15%, пусть пойдите в банк, получите кредит. Вот если наше предприятие пойдет в банк. 15-17%. А если два месяца? Два раза больше. А если в три раза? В три раза больше. И вот целая проблема была. Мне даже пришлось приходить вот к метрострою, я разговаривал там с женами рабочих, объяснял им, что надо делать, и другие наши товарищи подходили. Записана была встреча с заместителем губернатора, которые, что говорят, что, дескать, вы напишите в комиссию по трудовым спорам. Когда ваши эти самые заявления будут при положительном решении, они в первочередном порядке должны быть оплачены. Тогда независимо от того, там есть долги у вашего метростроя, нет долги, вот деньги, которые поступили, могут к вам прийти. При этом что получается, значит? Людям не заплатили, никто им ни процента за кредит не платит, никто, вы их не можете привлечь таким образом к ответственности. У нас за невыплату зарплаты есть еще уголовная ответственность. Спорство дела. В уголовном кодесе есть статья. Невыплатная зарплата, уголовная ответственность. То есть человек, если бы подал в суд обыкновенный, то он бы получил а, зарплату, а решение комиссии по трудовым спорам имеет статус исполнительного листа. Ну и все на этом. Но через эту комиссию больше ничего. А в суде можно было получить зарплату раз, второе, материальный ущерб, который нанесен, все вот те проценты. Фактически что? Пришлось человеку оплатить из-за этого и моральный вред. Во сколько вы оцениваете то, что вам не оплатили в месяц стипендию? Какой моральный вред? Сумма. Ну вот если человек подает заявление, он пишет моральный вред, там 10 тысяч. Или, скажем, вот размер зарплаты. Ну а суд уже он там решает, какую дать часть. Это уже другой вопрос. Материальный, вот поэтому суд может принять решение выплатить зарплату раз. Второе, значит, это оплатить, материальный ущерб оплатить и моральный, взыскать моральный вред. Компенсация морального вреда с работодателя в такой-то сумме. И отдельно вопрос можно решать о привлечении к уголовной ответственности. Ну если вы не просите привлечь, но и не привлекая, ну кто будет просто так привлекать к уголовной ответственности? И вот это тот случай, когда тут все урегулировано законом. Тут просто, ну если вы не подаете, значит вам денег не надо. Понимаете? Ну раз вам денег не надо, что пришли? Что хотите? Что, я за вас буду ходить? Не буду я за вас ходить. И все. Вот что получается. Вам деньги не нужны, а нам нужны. Ну вот кому нужны, те их взяли, а кому не надо, те и не взяли. и не взяли. И все. Что там должен сделать работодатель? Написано все, что в 42 статье он должен, после того, как получил такую бумажку, он должен уведомить работника письмен, но если вот, если вы мне такую бумажку написали, а я представитель работодателя, то я должен, когда у меня уже деньги есть, и когда я хочу, чтобы вы начали, продолжили работу, я должен вам накануне, то есть накануне к вам прийти, прислать, или домой, если вы дома. А потому что вы дома можете находиться, в то время написано, но он может не находиться на рабочем месте. Если вы находитесь на рабочем месте, сидите, читайте «Капитал Маркса», к примеру. Это ваше право. Никто не запрещает читать «Капитал Маркса». А можете детективы читать? Нет никакого регулирования этого дела. Но вы не обязаны находиться на рабочем месте. Если вы дома, значит, я к вам в гости приду, позвоню, скажу, да я вот от вашего работодателя, Ивана Петровича, выходите завтра на работу, вам завтра будет выплачена зарплата. Вы с хорошим настроением выходите, получите зарплату и отлично работаете. Все. Где конфликт? Нет конфликта. Были конфликты. По итогам этих конфликтов это вошло в закон. Есть специальный закон, 142-я статья Трудового кодекса. Нет, опять хотят конфликтовать. Вот тут тоже был конфликт, метростроевцы не вышли на работу, остались под землей и объявили голодом. И что вы думаете, им выплатили? Выплатили только за октябрь. А уже сейчас ноябрь прошел, и декабрь прошел. Еще два месяца, и никто не выплатил им. А января уже прошло. Это потом у нас с вами там выходные дни. А что там у них происходит там в метрострое, мы не знаем. Вы же прекрасно знаете сколько своих урочных работ. Сколько своих урочных работ в год допускает государство по закону? Это уже политика пошла, правильно, если мы говорим, а сколько государство решило? У нас государство это представитель определенного класса. Вам может буржуазия нравится, может буржуазия не нравится, но буржуазия установила не более сколько часов в год. Видишь, они смотрят, а что нам в этой паутине? Сколько? 120 часов. И не должна превышать для каждого работника четыре часа в течение двух дней подряд. Это только половина правды, а вот вам вторую половину, товарищ сказал, я в год не более 120 часов. Я просто заполняю его. А у нас, а у нас у некоторых в месяц под 120 часов сверхурочно бывает. Примерно. Вот стоит как-то. Да? Примерно привезти. Примерно. Примерно. В госпомодобычу Ленкой если у тебя вахтовый метод работы, там получается в день до 12 часов с какого-то можно доходить? 12 сколько? В день? По-моему, в день. Папа в день какого-то проще. Сейчас могу посмотреть. То есть 8 часов работы и еще 12, то есть 20 часов, 4 часа с лицом? Нет, именно то, что там работа, по-моему, 8 часов гранично. А если работа до 12? Или даже 7? 8 плюс 12 или 12 вместо 8? 12 вместо 8 это сверхурочных сколько? 4. Там, по-моему... 4. Значит, из них первые 2 часа оплачиваться должны в полуторном размере, а вторые уже и далее в каком? В двойном. Сплошь и рядом не оплачивают в полуторном. И они говорят, вы хотите заработать? Больше работайте, больше получайте. Умножайте. В 2 раза больше работайте, 2 раза больше. А тут должно быть, если в 2 раза больше работаете, то должны во сколько раз больше получать? В 3. Потому что вы получите за свою зарплату и еще за сверхурочную получите вдвойне. Вот, вот, тройная получится работа. Тройная зарплата. А вам платят двойную. Ну, это ничего себе, третью часть забрали себе. Ну, здесь мы еще наблюдаем, кроме всякой политики, лохотрон. В том смысле, что всех, кто плохо знает закон, всех обманывают. Или он знает закон, но боится его использовать. Ну, вы боитесь, кто трус, тот не проживет. А вот, значит, вы не добыли денег там ни для семьи, ни для себя, ни для здоровья. Не можете поехать там отдохнуть, не можете купить серьезное, дорогое лекарство, не можете поехать в дом отдыха. Что это такое? А если это касается целого, так сказать, всего трудящего населения, то отдельный факт, или они касаются сейчас состояния вообще положения дел в современном, в современной России. Касается и в «Газпроме» так, и вот эту башню делали, там такая же история никаких там дополнительных, за сверхуручную работу никто не платил. Переработки без того, чтобы это делать. А 120 это максимум. А вот эти таксисты, так называемые, которые у нас таксуют, у них какие переработки? Кто считает? А никто не считает. Они сами не считают. Вы сами не считаете, а кто вам будет читать? Вот и все. Так, ну ладно, один вопрос мы с вами прояснили. Еще вопрос. Следующий вопрос. Какой? Коллективные переговоры. А? Это не вопрос. Коллективные переговоры, это же утверждение. Какая структура? Это дополнительно коллективные переговоры, а тут... Как? Какой должна быть интенсивность? Нет. Вот вопрос коллективных переговоров должен рассматриваться только в рамках ТХРФ. Понимаете? Правильно? Да. Почему в рамках ТХРФ? Вообще у нас все наши действия мы совершаем в рамках законов, да? Если нет революции, конечно. Революция, она опровергает те законы, которые отрицают, те законы, которые есть. И даже написано в самых таких, можно сказать, государствах реакционных, в Конституции, что народ имеет право на восстание. А что такое восстание? Это же отвержение законов и установление уже другого. Но в данном случае, еще раз, что вы хотите знать? Именно структура ответа должна быть четко по статьям. По статьям, то есть, говорят, что вы думаете? По каким статьям? И вот я еще раз говорю, что если по статьям, то вы, значит, отвечаете мне как юрист. А я хочу, чтобы вы, и хочу, и требую от вас, как преподавателя, как изоминатор, чтобы вы отвечали как конфликтолог. Это чрезмерное мое требование. Конфликтолог должен помочь людям правильно действовать с учетом всех обстоятельств дела, в том числе и законов. Правильно? Это не значит, во-первых, никто и не заставляет человека подавать в суд. Он тоже должен смотреть, когда подавать, когда не подавать, когда можно поговорить. Вы же о переговорах поставили вопрос. Раз переговоры. У вас, у нас отдельно разделены переговоры во время коллективного судового спора и переговоры, как коллективные переговоры, отдельный раздел, который предшествует. Да? Если у вас идут просто переговоры, значит, вы можете поставить на переговорах любой вопрос перед работодателем и получить от него ответ. Для чего? Ну, для того, чтобы знать позицию работодателя, чтобы выбрать себе стратегию действий на будущее, когда переговоры закончатся. Потому что, пока вы ведете переговоры, это вот тот самый случай, который, по-вашему, как вы сформулировали, подпадает под понятие конфликта. А на самом деле он не подпадает под понятие конфликта. Это разногласия. Я глашу одно, вы гласите другое. И мы с вами беседуем. Сколько мы можем беседовать? Насколько вы меня освободите от работы, если я потребовал провести переговоры? И оформил свое требование тем, что предполагает закон. Что закон предполагает? Закон предполагает собрание, конференции, чтобы конференция проголосовала за проведение переговоров. И тогда уклониться другая страна не имеет права. И обязана издать приказ о проведении переговоров и освобождении тех людей, которые выделены коллективом. На три месяца. Не на три месяца, а до трех месяцев. Может, вы договоритесь в первый же день, и все. Вы так с этого можете и начать переговоры. Представляете, я перехожу на переговоры, говорю так, мы вот оформлены, можно говорить, три месяца. Ну, вопрос-то ясный, давайте вы сейчас это делаете, и все, сейчас подписываем, и завтра никаких переговоров не ведем. А вы говорите, нет, это надо выяснить, это надо поговорить. Ну, тогда платите нам три месяца. Будем ходить раз в неделю на переговоры. Мы ходим, ходим. Зачем нам это нужно? Потому что люди, которые нас туда послали, хотят знать, чем это все кончается, и насколько твердо на своей позиции стоит работодатель. Если они убедятся, что он так стоит твердо, что его никакими словами не пробьешь, вот тогда только вы сможете поставить вопрос, или можете обсуждать, вопрос о чем? О переходе к конфликту. Как этот конфликт называется? Шаренный трудовой конфликт, как называется? Переходе к забастовочке, к подготовке, к забастовке. Вот подготовка, к забастовке, как называется в трудовом конкурсе? Примирительные процедуры. Ну, а что за процедура? Это уж тогда этот вопрос встает, тогда, когда не удалось примириться в рамках переговоров. Поэтому уже какие-то это примирительные были. Это просто те процедуры, которые проверяют вашу готовность к забастовке и предполагают, чтобы вы серьезно к этому относились. А если вы не можете даже выставить требования определенные, не фиксируете на переговорах позиции сторон, вы не пытаетесь найти посредника, вы не пытаетесь подумать, хоть нужен вам арбитраж или нет. Вот вы все, когда вот так все обдумываете, вас государство призывает, и вы прежде чем бастовать, вы так обдумаете. Потому что это переход к чему? Переход от дискуссий, от разногласий к другим формам воздействия. А какая форма воздействия? А форма воздействия депутатской Конституции. Я по Конституции свободный человек. А раз я свободный человек, я не обязан работать на вас, если вот я к вам нанялся. Не обязан. А я обязан работать в рамках обязательства, взятой по трудовому договору. Трудовой договор состоит в том, что вы мне платите, а я работаю. Но я вот когда поступал, я был одинокий, и поэтому у меня очень слабый трудовой договор. А мы когда все вместе собрались, теперь требуем не столько, сколько вы поодиночке нам давали денег, а требуем в три раза больше. Потому что минимум давали нам рот 11 тысяч, а мы требуем 33. Нормальная такая ситуация. Вы же понимаете, что в индивидуальном порядке вы ничего не добьетесь. Поэтому если есть требование выдвинуто, оно оформлено, государство это признает. Государство говорит, да мы не против. Идите со своим работодателем воевать. Главное, чтобы вы против нашего государства не воевали. А если с этим этот шалопай, идите с ним, воюйте. Он говорит, ну что ты им не платишь? Мы тебя выиграли. Значит, не умеешь ты работать. Вот у него не выиграли же, у него меньше получает, и все тихо сидят. А вы вот... А ваш хозяин, если вы генеральный директор, вы не смогли сработаться с коллективом. Раз, и с завтрашнего дня вы уволены. И вот вас поставили. А вы пойдете, так все поговорили, хорошо, там, та-та-та. И все, да черт с ней зарплата. И главное, поговорили с генеральным директором. Хорошо же? Вот. Еще вопрос? Да, вот начало забастовки хотел прояснить, собственно, правильно ли у меня построена структура вопроса, структура, точнее, ответа, о том, что начало забастовки заключается в формировании, собственно, движения требований к руководству. Если вы только их формировали, никакого начала забастовки нет. То есть начало забастовки – это выдвижение требований. Вот ясно, что если вы выдвижение, так это предполагает их формирование. Но если вы выдвигаете, наверное, вы напишете. А если вы только написали и спрятали карман, и никому больше не показываете, то это никакое не начало забастовки. Ну и дальше уже конкретно по требованию. То есть критерии требований не должны ухудшать, они должны только улучшать, собственно, нынешнее положение работников. Ну это естественно. То есть это такое элементарное требование. Зачем вы выдвигаете требования, когда они… Нет, просто вы сами даже говорите, что люди, например, требуют условно индексировать зарплату, хотя это уже по факту прописано, а в законодательстве и везде. То есть если уже требуют, то, допустим, индексирование зарплаты плюс повышение на 10%. И дальше уже будет пенсион. Ну тем не менее, есть вон целые партии, которые входят и выдвигают вот это. Давайте, говорит, напишем в законе. Продолжение следует...